МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Бессарабия ТВ новости в студии Николай Юшкевич. Сегодня в выпуске. В Одессе стартовал четвертый этап чемпионата Украины по минерале Кубок Лиманов, а керманцы болеют за свой экипаж. Украинцы готовятся отметить сразу несколько праздников – День государственного флага и День независимости. Что говорят о качестве воды жители Белгород-Днестровского, узнавали наши корреспонденты. В Национальном природном парке Тузловские лиманы, браконьеры расстреляли лодку. В Одессе почтили память погибших стражей закона, а в столице Придунавия вспоминали измаильских волейболистов. Об этом и не только. Смотрите далее. На минувших выходных в Одессе стартовал четвертый этап чемпионата Украины по минерале Кубок Лиманов. Команда из Белого города на Днестре тоже принимает участие в соревнованиях. На открытии гонок была и наша съемочная группа. Детали смотрите в сюжете Елена Малаеван. На майдані перед оперным театром на одній з найгарніших вулиц Південної Пальмири було людно та весело. Урочисто атмосферу прикрашали вишуковані в ряд спортивні машини. Тут зібрались автолюбителі з багатьох куточків України та навіть із зарубіжжя. Команда за керману теж бере участь у змаганнях. Традиційно під 45-м номером. Як розказує пілот екіпажу, готуватись до гонок вони почали ще з весни. Праїхали почти три етапи. На одному етапі у нас там був результат, на двох етапах у нас був сход. Ну, це техніка. Она всегда на грани роботи по максимуму. Потому, ну, за нею отвечають, конечно, ми отвечаємо, но она все-таки показыває там, де раз, де тонко, де что-то не доділа нам. Ну, вот нашу роботу, которую мы что-то там поупустили. І вот, немножко получили сход. Не дивлячись на те, що на минулих змаганнях екіпаж спіткала невдача, Анатолій та Павло все ж таки беруть участь і в четвертому етапі Кубку Лиманів. Спортсмени кажуть, що цього разу приділили особливу увагу автомобілю, аби залізний кінь не підвів у відповідальний момент. Встигли прописати трасу, вона не з легких. Такая траса, конечно, очень скоростная, очень скоростная. Вот, очень много камней, очень много. В общем, сойти, сойти по каким-то, допустим, там, по твоим, да, вот какой-то невнимательности, там, по каким-то очень можно попасть в камень, ну, приличный камень, представляете, это, ну, капец. Вот, потому надо быть внимательным, собранным. Ну, в этом и заключается, как бы, наш автомобильный спорт в том, что точность, ясность, видимость, как бы, все должно происходить, ну, совместно, в паре, потому что, как бы, я один ничего не сделаю. Вот, потому мы ездили, смотрели, ходили, даже пробовали, трогали эти камни, то-то-то-то-то. Ну, как бы, ну, все хорошо, но будем надеяться, что у нас все получится. Павло зовсім недавно у автоспорті. У четвертому этапі чемпионату України він знову буде виконувати роль штурмана. Спортсмен сподівається на гарний результат. Каже, що витратили чимало часу на подготовку автомобиля. Мы обновили чуть-чуть резину, поменяли чуть-чуть коробочку передач, там, сделал з двух одну, но мы протестировали в Белгороді, как бы, все пилоту нравится. Штурман доволен, что коробка работает, а пилот доволен, что мы, как бы, вроде как угадали з всеми там нюансами автомобилями этими. Ну, технически, как бы, все отлично. Цього разу підтримати екіпаж приїхало чимало акерманців. Особливо приємно для спортсменів, що поряд з ними їх близькі. У Анатолія Маргаряна група підтримки – це його дружина та старша донька з чоловіком. Приїхали всі з сім'єю поболеться за папу, його прекрасного штурмана. Хочем вам пожелати завтрашній гонки удачи, терпения, чтобы все приборы хорошо сработали. Ми з ними, все буде хорошо. Я надеюсь, призовое место нам гарантировано. А ось Оксана до останнього моменту не знала, чи зможе приїхати підтримати чоловіка. Та все ж таки бажання жінки бути поряд з ним у відповідальну мить перемогло. І ось вони з донечкою зробили татусю сюрприз та приїхали на відкриття четвертого чемпіонату України з мініралі. Мріє жінка побувати і на самих перегонах. Та, на жаль, цього разу не вийде. Это просто мечта його детства. Он з детства когда-то на картингах, потім от так получилось, що уїхал на гонку. Могу це подобається. Ми з нього, звісно, болеємо, переживаємо. Доченька рисує по пересунку в дорожку завжди. І говорить, що це його талісман. Тому от так от волнуємося, домом переживаємо. В цей раз от вийде приїхати. Ми дуже раді. Папу удивили. Приїхали підтримати. Особливу підтримку екіпажу з Білгородністровського надало комунальне підприємство «Фортеця». Ми раді привітувати наш екіпаж Акерманський на четвертом етапі кубка ліманов в Одесі. Ми приїхали підтримати наших хлопців Павла і Анатолія. Будемо тримати за них кулаки. І, звісно, наступний етап, це произведе в Білгородністровському в сетібрі місяці, і відкриття буде в Акерманській крепості. Ждемо настоячих болельщиків, сподіваємось, будуть сильні емоції, впечатляючі від спорту. І, звісно, побіду нашому екіпажу. Олена Малайван, Віталій Солодухін, Весарабія ТВ. Уже на следующий день на гонках произошел пожар. В Івановському районі во время проведення четвертого етапа Чемпионата України по Минералі Кубок Ліманов загорелся автомобіль Служби Безопасности Дорожного Движення. ЧП произошло около села Севериновка. К счастью, недалеко дежурили пожарные. Они незамедлительно приехали на место вызова и потушили машину марки Митсубиси і суху траву, на котрю перекинулося пламя. Як сообщили в пресс-центре регіонального управління ГСЧС, обща площадь возгорання составляла порядка 300 квадратних метров. Автомобіль сгорел, люди не пострадали. Вероятной причиной происшествия эксперты называют попадание моторного масла на выхлопной коллектор двигателя. Аккерман готовится отметить сразу три праздника. 23 августа – День государственного флага Украины и годовщину освобождения города от фашистских захватчиков. Ну а 24 числа по случаю Дня независимости гостей и жителей Белгороднестровского ждет весьма насыщенная программа. Что и где будет происходить, вам расскажет Татьяна Карпенко. Подробнее смотрите в сюжете. Белгороднестровский, как и любой другой город нашей страны, готовится к празднованию Дня флага и ко Дню независимости. Помимо этого, для Аккермана 23 августа тоже весьма значимый момент. День освобождения города от фашистских захватчиков. С самого утра на главной площади перед исполкомом пройдет церемония поднятия государственного флага. После чего на мемориале славы состоится торжественный митинг, говорит Светлана Байло. А уже на следующий день, 24 августа, пройдет ряд различных мероприятий. Все могут посетить с удовольствием парк победы и увидеть патриотические выставки, которые готовят центр культуры и досуга, волонтеры города, участники АТО, наша общественная организация. То есть здесь можно будет увидеть такой фотоотчет волонтеров о той работе, которую проводят они на протяжении последних трех лет. И различные фото выставки. А в Михайловском сквере пройдут мероприятия детские. То есть все, кто в это время гуляет с детками, могут прийти в Михайловский сквер и поучаствовать в детском празднике, который назвали Святой Радости. А для молодежи с утра проведут патриотический автопробег. В Парке Мира горожане смогут посетить мастетские выставки, а также будет показ одежды украинских производителей. В Парке Мира мероприятия начинаются в пять часов и продлятся до девяти вечера. В девять уже начинается показ фильма традиционный по проекту «Скайфильм». В рамках этих мероприятий, кроме показа одежды, вот то, что я уже сказала, продолжится вышивание ручника АБР, который мы начали вышивать на день города. Поэтому все, кто не успел вложить свою лифту, пожалуйста, приходите и примите в этом участие. Кроме этого, пройдет посвящение в Казаки. Наше боджатское казацкое виско покажет эту церемонию посвящения в Казаки. Также, естественно, хорошая концертная программа, в которой примут участие не только лучшие наши солисты и коллективы, но и наши гости. У нас приезжает прекрасный хореографический коллектив из города Ильичовска, а также шоу-группа «Казаки», которая представит нам программу «Казацькому роду на мапу работу». Завершатся торжества выступлением группы «Русычи». Так что, уважаемые керманцы, отдел культуры обещает нескучные праздничные дни. Приближается 25-е годовщина Дня независимости нашей страны. За это время украинцы пережили немало волнующих событий. Первые выборы и первый Майдан, первые победы и надежды, и первые горькие поражения. Какие из них запомнились керманцам, узнавали наши корреспонденты. Подробности смотрите в следующем сюжете. Украина наша независима ось уже 25 років. Кожного дня изменяются ее становища и останнім часом, на жаль, не в кращу сторону. Люди згадують події, які залишили слід в их душі. Хороших замало, таких майже никто не помнит. За 25 років запомнилася помаранчева революція, то це таки був підняття духу, сподівання, а, на жаль, події 14-го року запали в сердце з трагедію для України. Про наболіли за 25 років независимости України не змогла промовчати і ось ця жіночка, котря ніби через себе пропускала слова, над якими замислювався майже кожен громадянин держави. Ми сподівалися, був майдан незалежності, що будуть якісь змінення в лучшую сторону. А до чого народ довели? До чого народ довели? Особенно стариків, які одинокі старики, які роються по помойкам. Лекарства недоступні, комунальні услуги вище криши. З 1 сентября світ піднімається. Це що, забота о людях? Це що, щоб побыстріше ми повимирали всі? А Осів Докія Омелянівна каже, що дуже часто замислюється над тим, якою стала її Україна. Хвилюється за дітей та онуків, за майбутнє. Але жінка сподівається на кращим. Хотілося б найкращого, але, на жаль, наша країна йде хуже і хуже. Сказати, що було добре, я не можу. Тому що економіка у нас падає, люди нищають, зарплату не піднімаються, все растет, почему-то все прив'язано к долару. Хоча ми скільки жили до цього, долар, це не наша була, звичайно, не наша валюта, ми підтримувалися своєї валюти. Зараз гривна, все переводиться в долар, я не розумію. Сама Україна, в нас такий народ, трудолюбивий, в нас земля плодородна, каже, країн богатий, але дивіться, як живуть люди. Ось такий собі песимізм. Городяни переживають за теперішні становища України, адже це країна, в якій вони виросли і кулюблять всім серцем. Будемо сподіватися, що настануть для всіх кращі часи. Олена Малоїван, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ Браконьєри розстріляли лодку сина директора Національного природного парку Тузловські лімани. Об этом 21 августа сообщил на своей странице в сети Фейсбук Иван Русев. Далее цитирую. «Только що Сын Роман сообщил мне, що зять Гриневецкого, бывшого губернатора Одескої області, Мельниченко Григорий і ще троє отморозков, растріляли його лодку на Дністрі. Она перевернулася і пліве к Дністровському ліману. Парня Сережу, жителя села Маяки, который был в лодці і ехав к Маякському мосту, отморозки с ружіями забрали і увезли в неізвестном направлении. Беляєвська опергрупа іщить пропавшого чоловіка». Чуть позже еколог рассказал о том, що парню удалось знайти. По його словам, молодого чоловіка. Вибросили на Дністровському лімані, і він п'ять часів плів к берегу до того, як його подобрали рибаки. Роль воды для человека неоценима. Без нього не може обійтись ні одне живе существо. В белому городі на Дністрі с ней немало проблем. Она може йти ржавая или грязная. Іногда імеєть неприятний запах. Що об этом говорять самі керманці і як виходять з положення, узнаєте в следующем сюжеті. Вода – це запорука життя на нашій планеті. Близько 70% людського організму складається з неї. Саме вона радикально впливає на стан людей. Від її якості залежить здоров'я. На жаль, переважна більшість акерманців не користується рідиною з-під крану. Вода нехороша, вонюча. Та й не п'ємо з-під крану. Покупаємо в магазині. І п'ємо з каністри чи водичку. Дітям не можна таку воду давати з-під крану. Там вся гадость. Буває і ржати, і що хочете з того крану. Ось ця жінка каже, що в районі Франко, де вона раніше жила, воду подають хорошу, без осаду та й ржі. А ось в районі Тіри ситуація склалася протилежна. Там така ржавчина, набереш води в банку, ось така ржавчина. Вода дуже плоха, готувати, кушати навіть не можна. Так, заказую воду, тому що дуже грязна вода і привкус такий дуже нехороший. Так що у нас вода не дуже хороша. Іван Єфимович говорить, що воду п'є рідко. Як йому вистачає тієї незначної рідини для підтримання своїх сил, залишається загадкою. З крана, все одно, що з каналізації. Така ржавчина, з хлоркою, там страшне діло. А так взагалі в магазинах не беру. Ось цю бутилку, теж не беру, тому що там вже вона очищена і немає того вітаміну, що треба для природи. Олександр працює в Київській академії наук і займається економікою охорони здоров'я. Чоловік запевняє, що вода, харчування, повітря – це три складові, котрі створюють перший крок для здоров'я. Він дає свої поради. В будь-якому випадку воду треба, яку ми купуємо, переливати скляну тару і потім користуватися. А взагалі для здоров'я українців, оскільки ми потребуємо продовження життя хоча б на 20 років, а здоров'я починається з води, треба купити кремнію, такий як кремній, і трихлітрову баночку опустити 30 грамів, три дні, і потім пити. Це кілька баночок, і це дуже корисна вода, вона насичує мінералами організм людини. Протягом усього свого життя людина щодня має справу з водою, адже це цінний незамінний природний скарб. Будемо сподіватися, що в найближчому майбутньому у жителів Білгород-Дністровського не буде проблем з цією основою життя, а із крану буде текти смачна та чиста рідина, а не та, що зараз. Олена Малийван, Андрій Романовський, Беззараб'я ТВ. На Одесьчині спасли спортсмена-екстремала. Пограничники одеського отряду морської охорони на расстоянии полутора міль от берега заметили чоловіка. В беду попал один із кайтсерферів, його с большой скоростью уносило ветром все дальше в море. На скоростному катере стражи кордона поста Южный отправились ему на помощь. К счастью, для любителя активного отдыха пограничники смогли його догнать і вернуть на сушу. В субботу 20 августа юные керманцы, посещавшие лагерь «Территория жизни», собрались вместе в последний раз в этом году. Они поделились своими впечатлениями о том, как завершается их лето, і рассказали, чим занимались во время отдыха. Татьяна Карпенко с подробностями далее в сюжете. Лето – прекрасный аппарат для отдыха і развлечений. Особенно этому времени года радуються малыши. Детский лагерь «Территория жизни» подарил ребятам массу положительных впечатлений. Здесь они нашли новых друзей и целую неделю имели возможность беззаботно и радостно проводить время. Лагерь называется «Территория жизни». Это для всех детей, как будто это дом второй. Тебя тут любят, тебя тут уважают. Это для детей, это просто супер. Он еще и бесплатный. Для меня это, наоборот, это хорошо. Я первый раз зашла, и мне это очень понравилось. Тут рассказывают больше всего о Иисусе, о Боге. Тут для верующих детей все ходят. Тут для детей это похоже на воскресную школу. Маленький Андрюша тоже приходил в лагерь «Территория жизни». Здесь он познакомился с новыми ребятами. Говорит, что атмосфера дружелюбная, и ему здесь очень понравилось. Я здесь играю, поем песни, служения проводят здесь. Здесь кушать дают. Футбол, волейбол я люблю играть. Еще я люблю играть на столе хоккей. Здесь ребята не только из Белгороднестровского, но приехали из ближайших сел и даже из Исмаила. Как рассказал Андрей Поленкевич, программа этого проекта включала в себя различные игры, изучение песен и рассказывали детям интересные библейские истории. Цель вообще этой команды, чтобы дети больше имели радости, чтобы дети имели добро, провели хорошее время. Ну и, конечно же, поднять на уровень христианскую этику. Я как-то был очевидцем, как реально изучали такие тексты из Писания и с детьми. Уважать родителей, уважать старших, не брать чужое. То есть на сегодняшний день это большая необходимость. Чем им просто сидеть у компьютера и праздно проводить время, мы имеем такое желание вложить в них доброе, что поможет им быть хорошими гражданами нашей страны, гражданами нашего города, хорошими потом студентами, хорошими семьянинами, кто-то станет в будущем отцом, матерью, хорошими христианами, потому что Библия о плохом и не учит. Посетили этот лагерь около 150 детей, ну а тем, кто приехал издалека, предоставляли жилье и питание. Все сотраты на себя взяла церковь Благодать. Затем команда с этой программой посетит и село Малогу, а до этого они были в Измаиле и Бритовке. Город нам, конечно же, очень сильно помог и мы благодарны и мэру, и всем, кто подключился, чтобы дать нам разрешение, потому что действительно нам дали разрешение. Благоустрий облагородил все это место красиво, скосили и убрали, даже дали биотуалет. То есть создали все условия. Магазин, хозяин магазина «Три фонаря» предоставил нам бесплатное электричество. То есть мы видим реальную заботу города и понимаем, что в хорошее время мы живем, слава Богу. Ну а тем временем, пока мы общались, в палатке играла музыка и детки с радостью пели и хлопали. Вот так в Акермане провели свой досуг эти ребята. Татьяна Карпенко, Анатолий Лукинчук, Писарабия ТВ В Одессе почтили память погибших стражей закона. 22 августа около мемориала памяти защитникам правопорядка собрались руководители и личный состав полиции, а также ветераны органов внутренних дел, чтобы склонить головы перед погибшими товарищами, которые отдали свои жизни к делу борьбы с преступностью. Сегодня мы собрались для того, чтобы исполнить на совершенные долги почтить память наших собратьев. Ребята, которые одним утром вышли из дома, попрощались с семьей и, по несчастью, не смогли вернуться домой. Это тот случай, когда слава излишне и беспомощне. Однако я обязан сказать, преждевременная гибель каждого полицейского – моя личная трагедия, и я никогда не смирюсь с этим. Я никогда не устану бороться с теми темными силами, которые посмели посеркнуться на жизнь защитников правопорядка и не успокоюсь, пока каждый из этих преступников не понесет должного наказания. И прошу почтить их память минутным мальчанинам. В завершении мероприятия провели богослужение, во время которого присутствующие зажгли свечи и почтили память погибших защитников правопорядка. После этого все желающие возложили к кобелиску цветы и венки. На Одессине будущие офицеры прошли курс молодого бойца. Завершились полевые занятия с воспитанниками первого курса военной академии. Они получили практические навыки по огневой, тактической, строевой, медицинской и инженерной подготовке. Подавляющее количество преподавателей участвовало в антитеррористической операции, опыт которой учитывали и во время занятий. Условия, в которых учились будущие офицеры, были максимально приближены к боевым. Сейчас первокурсники вернулись в военную академию и начали подготовку к ритуалу принятия присяги, который состоится 27 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины. В столице Придунавия уже в 12-й раз состоялся турнир, который его организаторы уже традиционно посвятили памяти безвременно ушедших измаильских волейболистов. О том, как все происходило в этом году, расскажет Галина Величко. 20 августа в спорткомплексе «Портовик» закрылся 12-й международный турнир по волейболу памяти Олега Деджулиса, Елены Ковтун и Сергея Корытовского. Заслуженный работник физкультуры и спорта Украины, вице-президент Федерации волейбола в Измаиле Анатолий Желев отметил, что эти соревнования стали доброй традицией среди любителей этого вида спорта. «Прошел очередной турнир в памяти измаильских волейболистов. Он уже 12-й раз проводится. К нам приезжают в основном Одесса, близко здесь, и Молдавия – это Вулканечко. Благодаря вот таких соревнованиях мы и чтим память наших волейболистов, которые ушли раньше времени. Мы решили этот турнир проводить, и мы проводим его». В этом году в турнире приняли участие 9 команд из Одессы, Измаила и Молдавского города Вулканежте. Соревнования проходили в течение двух дней в двух подгруппах – молодежь и ветераны. По итогам напряженных поединков среди молодежи золото завоевала команда «Динамо», серебро у Вулканежты, бронза досталась команде «Авангард». Подгруппе после 35 лет победу завоевал волейбольный клуб «Сигнал». Второе место у фаната и третье – у ТД «Пушкинский». Также были определены лучшие игроки каждой команды, принявшие участие в соревнованиях. Всех участников наградили грамотами, медалями и кубками. С успешным выступлением спортсменов поздравил отец погибшего капитана, молодежной сборной Измаила Олега Диджулиса, Антонас Диджулис. Спасибо вам, что вы приехали, пришли и приняли активное участие в этом традиционном турнире. Двойне приятно, что молодежь и ветераны волейбола совместно на одной площадке нашего родного портовика борются за медали, повышают свое спортивное мастерство и находят хорошие контакты среди друзей своих. В завершении турнира нашим землякам Сергею Шевчуку и Александру Куприю вручили знаки почетный ветеран волейбола Украины. Галина Величко, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ. Вот такие сюжеты подготовили для вас сегодня мои коллеги. Мы встретимся с вами уже завтра, как обычно, в 18.00 на телеканале Бессарабия ТВ. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова